Доброго дня! В эфире программа «Животных хочу домой» на телеканале Самара Ги. Сразу хочу озвучить небольшую, но очень важную новость для жителей нашего города. В Куйбышевском районе Самары был обнаружен очаг бруцеллеза – мелкого рогатого скота. Выявили бруцеллез в одном из подсобных хозяйств поселка Рубежный. Инкубационный период длится от одной недели до пяти месяцев. Будьте внимательны. Ну, а сейчас краткий обзор нашей сегодняшней программы. Что вы увидите? Двум собакам и одной кошке нужны владельцы. Посмотрите наши видеовизитки и, может, кого-нибудь вы сделаете счастливыми. Далее сюжет о недавно прошедшем празднике Дне прессы и о том, кто выступал из братьев наших меньших на площадке нашего телеканала «Самара Гиз». Ну и гости в студии. Очень интересная тема сегодня – натуральное кормление собак и кошек. Почему все-таки все больше владельцев животных предпочитают натуральное кормление? В студии Алексей Замулин, приверженец, амбассадор видотипичного питания для домашних животных. И Анастасия Коношенкова, дипломированный биолог Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королёвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, первый вопрос. Большое количество всевозможных пород собак, однако очень много сталкиваются с различными заболеваниями. А вот наблюдаем за оседлыми стаями бездомных собак, почему-то там все немножко по-другому. Они более живучи и, кстати, живут тоже немало. В первую очередь это связано с тем, что при разведении собак, при отборе пород по определенным признакам, конечно же, проводился генетический отбор, закреплялись нужные признаки. И очень часто гены были сцеплены, соответственно, вместе с желаемыми признаками накапливались и менее желаемые, то есть какие-то особенности пищеварения. Затем мы перешли на сухой корм, и, конечно же, сухой корм очень удобен для владельцев, но не всегда соответствует тому, что требуется животным. И, соответственно, в связи с этим и в связи с тем, что животные получают меньше контактов с окружающей средой, когда они гуляют, например, со своим владельцем только на одной и той же территории, микробиота кишечная у таких животных сформирована хуже. Вообще считается, что первый год жизни собаки самый важный, как раз-таки тогда и закладывается вся микробиота, последовательно проходят смены различных типов бактерий. И, конечно же, у собак, которые обитают в среде более приближенной к естественным, микробиота представлена шире, чем у домашнего. Да, вот пока не забыл этот вопрос. Говорят, что надо давать собакам только воду из-под кипяченую, либо из-под сфильтров и так далее. Вот, на мой взгляд, мне кажется, наверное, неправильно. Все-таки стоит приучать микрофлору кишечника собаке, ну и, кстати, и человека тоже, вот ко множеству вот этих бактерий. Конечно, вы правы, следует давать собаке... Из лужи-то можно пить собаке? В принципе, из лужи пить можно, только всегда нужно смотреть, что это за лужа. То есть, если вы видите, например, что там эта лужа сильно загрязнена чем-то или там какие-то животные остатки, лучше, конечно, таких лучше избегать. Но если собака у вас во время прогулки случайно попьет в лужи во дворе, ну ничего не случится, у собак достаточно сильный иммунитет, то есть она не заболеет от этого, наоборот, произойдет контакт с посторонним микробиотом, и, в принципе, это полезный контакт, то есть он закрепится в иммунной системе. Ну, то есть собака не заболеет, допустим, а почему людям нельзя пить? Ну, это связано в первую очередь с тем, что при потреблении воды из водоемов, необработанной, можно столкнуться с простейшими, с гельминтами и так далее. У собак организм более приспособлен к тому, чтобы справляться с такими контактами, у человека же с этим похуже, поэтому человек более вероятно что-то подцепит из лужи. Спасибо большое. Ну, вот смотрите, поселок Гаврилово Поляно, я в прошлом году, когда переправлялся, значит, на лодке, капитан лодки мне рассказал историю свою, что у него живет собака, которая около 20 лет. Ну, он говорит, там где-то 20, 21, вот так путался в таких вот значениях, либо 20, либо 21, я говорю, ничего себе. То есть вот я, говорит, в 2002-2001 году пришел из армии, говорит, как он завел собаку себе, и все, и она у меня так и живет. Я говорю, ну, а как у тебя собака, как питается? Он говорит, ну, как питается, каша, мясо, иногда морковку сама выкопает, иногда клубничку сорвет и все. Ну, в основном, это активный образ жизни. Что это такое? Это иммунитет, это здоровое питание все-таки, или вот все-таки какая-то особенность организма? Здесь, скорее всего, совокупность нескольких факторов. Во-первых, как вы сказали, что собака на натуральном питании, а питание играет огромную роль в становлении и развитии организма, в поддержании его работы. И, кроме того, достаточно активный образ жизни. То есть, в принципе, на какие-то… Ну, генетика тоже может влиять? Генетика влияет на около 20% от всех других факторов. Экологические факторы где-то 10%, генетика 20%, все остальное, в общем-то, это образ жизни и, в первую очередь, питание. Ну, то есть, собака подвижная, неподвижная. А вот, скажите, мучное собакам можно? Говорят, что мучное нельзя собакам? Ну, собакам нежелательно давать мучное в больших количествах, потому что все-таки не совсем они приспособлены к перевариванию такой пищи. Но если, наверное, она случайно у вас что-то украдет со стола, катастрофы не случится, но вообще за этим следует следить. То есть, собаки не приспособлены к перевариванию сложных углеводов, для них это достаточно затруднительный процесс, поэтому как бы булочка, вряд ли она у вас из цельнозерновой муки, скорее всего, это простые углеводы, поэтому не всегда удобны тоже они для переваривания и, соответственно, лучше за этим приглядывать. — Алексей, ну, вы как амбассадор компании, вы можете сказать сейчас, какая все-таки тенденция, к чему сейчас люди больше склонны к употреблению своей собакой натуральной еды или все-таки искусственной корма, как я все-таки их называю, искусственной корма? — Да, разумеется, за последние лет десять можно наблюдать тенденцию того, что люди все больше и больше стали задумываться о содержании миски питомцев и о том, что почему, несмотря на то, что промышленные корма универсальны, безусловно, сбалансированы и… — А что значит сбалансированные корма? Ну, вот, мне кажется, каждый организм берет, ну, свое, ему вот столько надо и столько надо. Получается, если это сбалансированность, то, получается, вот эти микроэлементы она не возьмет, потому что их больше нету, да, которые нужны в данный момент, а вот эти микроэлементы или полезные вещества, она, соответственно, опять же, в переизбытке, и, получается, организм их, ну, скажем так, выводит. — Да, все верно. То есть, я к этому и подвожу, что есть, ну, маркетинговые метрики, связанные со сбалансированностью, связанные с доступностью, связанные с заявлениями о том, что этот тип пищи практически безупречен, но все больше… — Ну, статистика взяток не берет. С момента появления, активного появления промышленных кормов, там, за последние 50 лет можно видеть, что хронические заболевания никуда не делись, что в среднем собаки современные о домашних и городских условиях не доживают, там, до 20-30% от отведенного им срока. И, возвращаясь к вашему вопросу, с каждым гондом тенденция того, что владельцев это волнует, что владельцы начинают задумываться об альтернативных типах питания, что владельцы начинают понимать, что разнообразие в пище — это залог разнообразия в кишечнике, в микробиоте, и, как следствие, это сильный, крепкий иммунитет. — Большое спасибо. Я вынужден вас прервать, сделать небольшую паузу в нашей беседе и посмотреть видеовизитки. Это информация о собаках и кошках, которые находятся в приютах или на руках у волонтеров, и которым ищут срочно владельцев. Хороших владельцев. Непростая судьба у этого пса. Два дня он лежал возле одного из жилых домов с двумя переломанными лапами. На вторые сутки его обнаружили волонтеры и забрали на лечение. Сейчас Хардий здоров и готов уйти с временной передержки прямо сейчас. Обратите на него внимание. Сделайте пса счастливым. — Вы знаете, он очень человекоориентирован. Он за это время настолько привык быть с человеком, что ему нужен вот этот собак-компаньон. И он проявляет охранные качества. Он совершенно не агрессивен. Вот здесь вот мы сколько гуляли, он контактирует со всеми собаками, со всеми животными. Люди подходят гладить. Он тоже совершенно спокойно на все реагирует. Сам не проявляет никакой агрессии. Но вот здесь вот была одна собачка, которая вот именно на него все время реагирует. Почему, не могу сказать. Но он не отвечает. То есть он вот, ну, просто смотрит, не делает попыток огрызнуться или еще что-то. Сам он очень терпеливый, потому что вот когда вот мы его нашли, у него были, конечно, дикие боли. Даже врачи в клинике удивлялись, как он все это терпит. Вот поэтому мы дали ему кличку Харди. Обратите внимание на этого замечательного пса по кличке Харди. Сейчас ему около трех лет, и он очень быстро привыкнет к вам. Обращаться 8-927-737-11-53. Маленький кот по кличке Карапуз ждет своих хозяев. Ему около года нашли в подростковом возрасте волонтеры и забрали к себе. У этого кота замечательный характер. Он очень игривый. Он любит коробки. Любает коробку от него. Он залезет, прогрызет, погрызет, разгрызет ее и играет, играет со своими сородичами. Бегает. Как к посторонним людям вообще относится? Нормально. Нормально. Ну, он еще маленький, а не маленький, нормально общается. Он и с кошками нормально общается, и с людьми нормально общается. Заберите кота по кличке Карапуз домой. Ему очень хочется найти своего хозяина, доброго и ответственного. Обращаться 8-902-323-53-50. Посмотрите на эту красивую собаку. Ее зовут Ника. Ей около трех лет. В настоящее время она проживает в приюте. Находится под присмотром волонтеров, которые ищут ей своего хорошего, доброго владельца. Ника очень хочет уйти домой из приюта. Она достаточно адаптирована к человеку, то есть она не проявляет агрессии, она стерилизована, наша собака. Мы стараемся сделать все самое лучшее для того, чтобы сейчас она чувствовала себя в максимально, как сказать, в максимально комфортных условиях, при том, что она продолжает жить, как бы сказать, при базе, в будке, но ей требуется очень человек. Вот, и нам очень хочется найти ей нового хозяина. То есть, вот так получилось, что она без хозяина. Ника может жить как на улице, так и в квартире. Она прекрасно адаптируется к новым условиям. Она ждет своего владельца. Обращаться. 8-906-344-75-55. Так, ну и вот далее, в продолжение опять же вот этой темы, да, к чему больше склоняются люди к питанию сырым мясом или вареным мясом? Больше к зерновым или больше там, скажем, ну, недавно я там прочитал, что обязательно должна быть капуста брокколи. Так ли это? Ну, нет, конечно, брокколи. Вообще, понятие обязательности того или иного ингредиента, оно очень субъективно. Объективно можно говорить о разнообразии. О том, чтобы была и капустка брокколи, и морковка, и сырое мясо, и в каких-то определенных случаях и особенностях, связанных, опять же, с индивидуальным организмом животного, это может быть и подваренное мясо. Безусловно, собака – это компаньон человека. Безусловно, надо уважать как привычки и физиологию собаки, так и учитывать свой быт человеку. И единственный общий знаменатель, который положительно влияет на качество и продолжительность жизни, это все, что связано с разнообразием и все, что связано с максимально подходящей по физиологии пищей для домашних хищников. И это, как минимум, термической обработки и, как минимум, как сказала Анастасия, сложных углеводов. Очень часто мне задают вопрос, а как лучше давать, какое мясо лучше давать, сырое или все-таки после термической обработки, ну, я имею в виду, наверное, все-таки после варенья, да, то есть поварили, отварили мясо, все, и вот дали собаке. И опять же, возвращаемся к науке, которая взяток не берет для собак свойственно строение анатомической, физиологической пищеварительной системы хищника. Это короткий, тонкий кишечник, особое строение толстого кишечника, где еда не задерживается так надолго, как в пищеварительной системе всеядного. Соответственно, термическая обработка, в том числе мясо, приводит к денатурации и к ряду химических процессов, свойственных для, ну, термической обработки, да, денатурация, там, аминокислот определенных. И усвояемость из термически обработанной пищи, она снижается, а за счет того, что еда в кишечнике собаки находится менее продолжительный период времени, она не успевает забрать оттуда всю ту пользу, которая там осталась. Поэтому, если говорить про пищевую ценность, то в сыром мясе ее больше, и из сырого мяса собака успевает ее забрать по максимуму, нежели из вареного, который в большей мере своей проходит, ну, фактически транзит. А вот, Анастасия, на вопрос к вам, как к биологу все-таки, а вот когда люди говорят, вы знаете, я начал кормить сырым мясом, потихонечку переводить на сырое мясо, и в какой-то момент, кстати, то же самое и от сухих кормов, да, то есть кормили, кормили, прям буквально на днях был разговор, ягод кормили, все нормально, все, 3-4 дня, а потом раз, и идет один панус, то есть жидкий стул, и все, да, с мясом то же самое, вот как переводить собаку на сырое мясо после сухих кормов? Ну, во-первых, следует отметить, что расстройство пищеварительной системы, это, в принципе, нормальная часть адаптации к новой пище, то есть, по сути, перестраивается вся пищеварительная система на новый тип пищи. Люди почему-то сразу владеют собак, сразу они начинают бежать к врачам и поднимать, значит, вопрос, да, и говорят, вот, мы вот, у нас с собакой все вроде хорошо, а здесь вот поносит и все, я говорю, ну, вы понимаете, что даже перестроение, да. Ну, с одной стороны, это хорошо, что они так пристально следят за здоровьем своей собаки, с другой стороны, когда подходишь к такому вопросу, как перестройка питания своего питомца, следует все-таки, конечно, ознакомиться с информацией, посмотреть, что является нормальной реакцией организма, что не является. Хорошо консультироваться с врачом, но просто нужно быть готовым к тому, что такие моменты, конечно же, будут, то есть, не все делается сразу, все нужно делать постепенно, то есть, постепенно вводить, как прикорм, например, сначала сырые продукты и постепенно увеличивать их долю от общего рациона. А время вот этого периода постепенно, сколько примерно? Ну, на самом деле... Ну, такая перестройка вполне может занять до месяца, например, то есть, у кого-то просто быстрее процесс пройдет, у кого-то, к сожалению, он будет длительный. Если все-таки получается, что собаку кормят, начали кормить, там, допустим, сырым мясом или, там, вареным мясом, да, и все-таки собака не перестраивается в течение одного-двух месяцев, это что, мы говорим о каком-то генетическом заболевании или, там, нехватке каких-то ферментов для переработки, скажем так, ну, животного белка? Ну, действительно, мы можем говорить о каких-то индивидуальных особенностях, то есть, действительно, там, недостаточность фермента или, возможно, есть какие-то невыявленные заболевания желудочно-кишечного тракта. В таком случае, действительно, следует обратиться к ветеринару и совместно с врачом под контролем уже обсудить, как дальше поступать, то есть, продолжать ли перевод или остановиться на той диете, которая есть. Потому что, возможно, просто встречается какое-то заболевание у животного, о котором владелец еще пока не подозревает, и это просто первые симптомы. Ну, получается тогда весьма, в общем-то, плачевная статистика заболеваний хронических у породичных собак. К сожалению, да, это большая проблема. Самые разные заболевания, касающиеся практически всех систем организма, и опорно-двигательный аппарат, и желудочно-кишечный тракт. Это может быть последствия кормежки предыдущих поколений сухими кормами? Тут скорее совокупность факторов. Во-первых, как мы уже говорили, отбор по генетическим признакам, то есть, сцепленные гены зацепили что-то еще с собой из-за этого особенности. И, кроме того, действительно, рацион предшествующих поколений может повлиять, поскольку известно, что когда происходит у щенков закладка микробиоты, самые первые микроорганизмы, которые подселяются в их кишечник, они ориентированы на молоко матери. Соответственно, питание матери в период кормления тоже будет очень сильно влиять на потомство. Спасибо большое. Ну, давайте еще раз прольемся на несколько минут и посмотрим, кто выступал на празднике, посвященном Дню прессы, на площадке нашего телеканала «Самара ГИС». Весьма очень забавный сюжет. Посмотрите. Как оказалось, йорки, пудель, мопс и другие породы собак не только могут сидеть на диване, но и активно принимать участие в жизни хозяина. Свои способности показали собаки на танцевальной площадке телеканала «Самара ГИС». Первым на импровизированный подиум парка «Стрюховский сад» вышел пес по кличке Даня. И, как показывает практика, возраст, а Дане пять лет, оказался не помехой. Почему вдруг решили заняться фристайлом? Ну, у нас был выбор. Думали, чем заняться или фристайл, или ноутворк, может быть, там, другие какие-то там занятия есть по послушанию. Ну, выбрали танцы. Полезно для всех, и для меня, и для него. У кого больше музыкальности? У вас или у Дани? У Дани, однозначно, да. Он очень одаренный мальчик у меня. Чуть больше года как вошел в танцевальный мир собак-мопс по кличке Рич. А ведь многие сомневаются в способностях этой породы танцевать. Мы занимались дрессировкой, а вдруг появился руководитель по танцам. Говорит, кто хочет в танцы? Я говорю, а мы хотим в танцы. И пошли. Ну, правда, собака-мопс – это не самая танцующая, скажем, собака. Это такая, на подумать. Вот. Но мы стараемся. Кстати, за год с небольшим Ольга с Ричем успела принять участие в соревнованиях по фристайлу и завоевать дипломы и войти в пятерку сильнейших. А вот сюжетную линию танца кто придумывает? И как вы подбираете? Наш тренер Ирина Митрофанова. Ну, естественно, все движения мы обрабатываем вместе, придумываем. Чтобы выйти и выступить перед публикой, нужно иметь в запасе хороший танцевальный багаж и опыт. У новичков не всегда получается его показать, ведь на собак тоже действует психологический фактор – обстановка и количество зрителей, и, в конце концов, погода. А вот бывалые и опытные танцевальные дуэты могут симпровизировать на танцполе. Сегодня у нас французская импровизация. Нам сказали, нужно выступить. Мы подумали, такие импровизации можно? Можно. В общем, мы даже не репетировали, но под любимый французский мотив мы просто станцуем. А сколько вот готовится номер обычно? Полгода, не меньше. Да, в среднем два соревнования в году, таких крупных. И каждому соревнованию нужно готовиться где-то полгода, минимум. Четыре участника, четыре разных образа у собак и самих владельцев. С финальным номером вышла Елена Лаптева с напарником породы Коли и показала танец под названием «Звездная пара». А есть какие-то трюки там, еще что-то любимое? Да, есть. Дом встает между ног мне. Прямо любит. Любую команду, говоришь, если он, например, не настроен делать, он сразу в дом встает и такой «я пришел». А вот чувство такта у собаки должно быть? Чувство такта? Нет, я думаю, не должно быть. Здесь должно быть у владельца, у ведущего хендлера чувство такта. И передавать его уже животному. Фристайл, танец с собакой – пожалуй, одно из самых положительных увлечений, которым можно заняться собакой любой породы, любой комплекции, было бы желание. И опытные учителя в Самаре тоже имеются. Ну, вот такие замечательные собачки порадовали вместе со своими владельцами гостей праздника, а мы переходим к нашей теме разговора. Но, в принципе, вопрос, а зачем придумали сухие корма? В первую очередь, это вопрос удобства, потому что с натуральным питанием нужно, во-первых, как-то хранить продукты при правильной температуре, во-вторых, нужно, например, чаще мыть миски, посуду и так далее. Сухой корм же удобен тем, что для него не нужно каких-то специальных условий хранения, не нужен холодильник. Поставил на полку пакет с кормом и живешь, радуешься. Поэтому, наверное, это был вопрос больше удобства, потому что вообще идею сухого корма подглядели у моряков, когда у них был сухой паек, который не портился длительный период времени. Алексей, каким образом вам удается все-таки уговаривать людей перейти с сухого корма на натуральные? И вот в рационе, которым вы занимаетесь, у вас больше какого мяса идет? Вареного или сырого? И слаковое? Ну, уговаривать фактически не приходится. Мы занимаемся популяризацией. Как я отметил ранее, тенденция к осознанному подходу к содержанию миски, к обращению внимания на было-стало, на улучшение качества жизни животных, которые ранее вернулись своих животных к видотипичному питанию, они, собственно, являются неоспоримыми аргументами и доводами. В наших рационах отсутствует термически обработанная пища, то есть это исключительно сырые ингредиенты, прошедшие шоковую заморозку, ну и ряд органических добавок, потому что пищеварительные системы. Мы кормим не только непосредственно животных, но и кормим ту микрофлору полезную, которая живет вместе с животным. А раньше, когда я еще был молодым, еще только начинал работать с собаками, и мне говорили, что да, вот собаке нужно только мясо и никаких там злаковых, никаких там морковок, то есть в принципе не обязательно. Вот, однако со временем, значит, я понял, что, ну, как мне дальше же более научный подход оказался, и там говорят, что обязательно давать вареную кашу. Там мы давали чино, перловку даже давали, ну, раньше в частях, где были собаки. Насколько полезно давать перловку, каши злаковые и морковку и так далее. Вообще собаки сами едят морковки? Едят, ну, кто-то с большим удовольствием, кто-то с меньшим. Морковка является едой не совсем для собаки, а для тех микроорганизмов, микробов, которые живут в ее пищеварительной системе, та самая микробиота. Морковка – это по большому счету клетчатка. Клетчатка – это по большому счету в современном мире можно назвать одним словом там пребиотики. Есть также еще пробиотики, они немного там все проразные. Но если задумываться о влиянии еды на качество жизни, на минимизацию рисков, связанных с хроническими заболеваниями, я повторюсь, нужно кормить не только собаку, но и те полезные микробы и микроорганизмы, которые существуют вместе с ней в ее пищеварительной системе. И тем самым поддерживать их, ну так скажем, популяцию, потому что иммунитет напрямую взаимосвязан со слизистой оболочкой кишечника. Это комплексно, если подходить к этому вопросу. Касаемо каш. Каши появились в рационах собак в начале 20 века, когда люди использовали их для конкретных целей, и у них стояла единственная задача – это как можно сильнее повысить калорийность еды. Вот. Поэтому, опять же, с этой точки зрения можно сказать, что вопрос решен. С точки зрения влияния на дистанции количества потребляемой каши и времени ее потребляемое, конечно, в этом никакой пользы не наблюдается. То есть особо нет. Вот пока у нас мало времени уже остается, а вы скажите, вопрос тоже меня интересует, линейка сухих кормов. Говорят, что если вот этот корм не подошел, вот этот или вот этот, ну там без названия названий, да, марки и брендов, то можно, допустим, выбрать линейку кормов лечебного плана. Они лечат эти корма или способствуют лечению? Или что они делают? Тут очень интересный вопрос. Это связано с тем, что если у производителя кормов есть отдельная линейка, нацеленная на лечение каких-то заболеваний одного, а то и нескольких разных, то это говорит о том, что, во-первых, у популяции собак хронические заболевания, и это не единичные случаи, а массовые случаи. И второй момент, если экономический производитель может себе позволить держать отдельную линейку лечебного корма, то вопрос в полезности самого корма обычной линейки. То есть не усугубляет ли он состояние животных, когда владелец кормит несколько лет обычным кормом и затем переводит на лечебный, потому что обострились какие-то заболевания. Спасибо большое. Очень интересная беседа. И так, к сожалению, наша программа подошла к финалу. Действительно, очень было интересно. Это и тема разговора такая очень интересная для всех, для многих людей, кто волнуется о питании своей собаки. Ну, я думаю, что мы обязательно еще раз вернемся. Ну, а в заключение хочу призвать всех владельцев собак и кошек, и других животных относиться соответственно к братьям нашим меньшим. Не проходите мимо жестокого отношения к животным. Делайте замечания или обращайтесь в защитную организацию. Ну, а мы говорим вам до свидания и всех с практически наступившим летом. Мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова